Сюда или сюда? Приведу пример. Давай. Через Bootlane, допустим, поиграть. Я думаю, что в моей команде просто без разницы. Топ-1 World. Дождите чудо! Здарова! Во второй раз. Здарова! Всем привет! Меня зовут Кирилл Скворцов. Являюсь лестником команды N'Cross of Love. Мой никнейм Аннасик. Сразу самое важное. Как ты оцениваешь свой перформанс в прошлом году? И вот конкретно по полочкам. Что тебе удалось достичь? Чего не удалось? Удалось достичь мне это попасть на международную сцену. На MSI. И на Worlds. Когда я попал на MSI, я хотел... Ну, первоначально у меня цель была попасть просто на MSI. То есть никакого результата не показать. Просто попасть туда. После того, как мы там отыграли. Потом уже шла подготовка к плиту. Когда мы его выиграли, у меня появилось желание выиграть Worlds. То есть не просто туда попасть, а взять какой-то хороший результат. А где тебе было сложнее на Worlds или на MSI? Понимаешь, что команды были разные бутлейнами, по крайней мере. И вроде как уровень соперников, может быть, был немножко разным. Потому что на MSI, насколько я знаю, у вас не было в групповой стадии ни одной команды из мажор-регионов. Как здесь была команда из Америки, например. В этом плейне в начале. А где тебе чисто было сложнее? Мне тяжело оценить. Потому что первоначально, допустим, когда я играл на MSI, у меня не было понимания вообще игры. То есть я играл по факту на инстинктах. Когда мы уже, ну, когда пришел в Шипе, мы уже готовились к Worlds. У меня появилось понимание игры. То есть я инстинкты комбинировал с пониманием. И играл, скажем так, больше на чувствах, типа, что делать и как. Поэтому мне тяжело оценить то, что я не знаю, как это было. То есть если бы я играл с этим пониманием, допустим, на MSI, может быть, мы выступим намного лучше. Вот. Но понимание пришло вместе с Шипе. Да. Конкретно вместе с ним. Как ты, в принципе, оцениваешь? Для тебя это было прям удивлением, откровением, что можно вот так вот, казаться, лику понимать. На самом деле, когда я начал понимать, такое ощущение было, что я играю намного хуже. Нежели и до этого. Поэтому. Еще такой момент. То есть обычно, когда у людей пытаются лучше понимание, они постепенно начинают кнопки хуже сжать. Как у тебя с этим? Первоначально, когда пришел в Шипе, я очень плохо играл, потому что мне нужно было переучиваться, допустим, с одного на другое. И как-то перестраиваться. Там, приведу пример. Давай. Через bootlane, допустим, поиграть. Ну, и через мид там играли, еще очень много смертей было. Ну, а в целом, ну, это длилось, наверное, недели три, может уже месяц, наверное. И уже как-то намного проще стало играть. И, то есть, там уже не было таких глупых ошибок, как было до этого. Сейчас получается вообще? Они есть, но определенных их меньше. Угу. Окей. Давай так. Нам пришли гаджеты Santos. Так. Что, по-твоему, с этим приходом поменяется? Может, уже поменялось? Понятно, самые банальные, назначенные, это пики. Потому что мы все знаем, как гаджеты или Santos любят развлекаться. Что еще может поменяться? Поменялось. Ну, вот, допустим, чего не хватало там в Эдварде, в Инноксе? Почему вот те левые Santos и гаджеты, и вот что они принесут? С этим батлайном намного будет проще играть, потому что мы уже с ним играли по факту. И, то есть, мы уже знаем друг другу лимиты, кто на что способен. Возможно, сейчас наш батлайн, ну, наших лимитов немного не понимает, потому что мы играем уже чуть больше. Ну, то есть, скажем так, импровлились намного больше. То есть, по-твоему, они, скорее всего, от вас, по пониманию игры, отстают? Да. Определенно. Коммуникация будет полностью на русском. Кстати, это важно. Как она сейчас у вас происходит в команде? М-м-м. Как я помню раньше, как у нас было? Вы там вначале что-то говорите, в мидгейме начинает индекс. Полностью задавать линию, вектор вашей игры. Как сейчас происходит? Ну, смотри, как было, допустим, до этого момента, когда пришел наш батлайн веговский. Было как? Я, допустим, даю инфу по леснику, там до 10-15 минуты. Ну, говорю по объектам, что забираем. Ближе к мидгейму начинает говорить индекс, ну, запачки, типа, запушьте то, запушьте это. И уже начинаем группиться. Ну, на самом-то деле, типа, у нас каждый игрок вносит какую-то информацию. А от этого же, скажем так, из этой информации уже выбираем лучшую. Ага. То есть, давай там... За кем было последнее слово? Не, просто мы, скажем так, соглашались с одной, у нас не было никаких разногласий. То есть, типа, все предложили, типа, да, давайте это сделаем и все. Окей. А сейчас? Сейчас то же самое, но говорить, наверное, больше Сантос. Намного больше. С самого начала игры? Наверное, поначалу говорю я больше, потому что мне нужно говорить по леснику больше вражескому, что делает он и что будет забирать. А в целом Сантос контролирует больше по макро. Окей. Так, теперь давай к цели. Как тебе кажется, что она принесет онлайн-формат? Вообще, ты рад этому событию, не рад? И как он на тебя будет аффектить? Потому что давно ты уже не играл в онлайн? Допустим, для международного уровня это очень плохо, потому что ты по факту будешь играть сколько там? Игр 6-7 на этом. На сцене. На сцене, когда будет финал или вообще плывов, да. А в целом на этот, на LCL, я думаю, что это без разницы будет. Хотя кому-то будет, допустим, привычнее играть дома, потому что он может играть расслабленнее. То есть не будет никакого напряжения, когда ты играешь на стейдже, там на тебя смотрят и все это давление. Как по твоему, твоя команда готова к онлайн-формату? Я думаю, что моей команде просто без разницы. Только если не интернет. Ну да. Насколько я знаю. Интернет, конечно, такое. Так, ладно, это по последнему вопросу. С тобой конкретно по лесникам. Как тебе кажется, кто из лесников будет в топе? Кто из лесников будет догонять остальных по-твоему? Напомните, у нас есть Креокс, есть Даймонд, есть у нас Кортес. Кортес играет Dragon Army, если не ошибаюсь. В Роксах у нас этот... Фор? Фор. Остальных не особо помню. В Крауд Крауд у нас Рейн. И кого-то я еще седьмого, кого-то я подзабыл. Майти Драгон вроде как. Какой-то новичок-то там. Вообще, по-твоему, лесники СНГ вообще развиваются? Вот ты как, учитывая, что с ними играешь уже из года в год, по-твоему, есть какой-то уровень вообще развития лесников в СНГ? Есть ли такое, что с каждым сезоном, помимо того, что ты становишься лучше, как мы уже выяснили, становятся ли лучше они, что они тоже растут? Ну, по моему мнению, вообще, допустим, если ты не выходишь на международный уровень, то есть ты не играешь против сильных команд, то ты мало импровуешься, нежели играешь, допустим, против, ну, играешь обычные скримы против команд, которые, допустим, даже, возможно, не хотят играть с тобой, которые намного выше тебе головой и, допустим, просто не хотят с нами играть. Там же у них нет выбора и просто не с тобой играют. Я помню, скримы были с G2. С кем ты помнишь? Классные скримы были с G2, я точно знаю. Счет можно не называть, это необязательно. Так, были G2. Почти с корейцами сыграли, по-моему. На самом-то деле мы, по-моему, почти скримили со всеми, кто там вообще был в этом, то есть мы с клочами, с фламингосами, кто там еще был. Давай так, это был реально серьезный опыт, по-твоему. Ну, допустим, там были турки, но с турками мы тут скримимся, то есть это по факту. А, допустим, узнать какой-нибудь плейстайл другого региона, ну, там, Бразилии, либо, не знаю, того же, кто там был. По-моему, то ли в Вьетнам, то ли тайваньцы. Короче, я не знаю. В общем, интересно увидеть другой плейстайл просто. Ну, в общем, понятно, что, типа, если на World's не попадает человек, то, скорее всего, ему... Он импровуется определенно, но импровуется гораздо, типа, меньше. Ну, в общем, World's это ключевая вообще? Ну, и Масай тоже. Международный уровень в целом. Окей. И тогда последний вопрос для тебя. Это твоя личная цель. Вот цели у тебя были в 2016-м, грубо говоря, съездить на мирожный турнир там, может быть, ничего не достигает, просто съездить. Какие сейчас у тебя цели? Думаю, что я буду разделять цель Shippe в топ-1 World's. Оно достижимо? Если достижимо, то в каком отрезке? Оно-то, конечно, достижимо. Ну, как говорится, шансы есть, но они нулевые, знаешь, типа, но... Почему нет? Можем пытаться, почему нет? Ну, грубо говоря, допустим, года два, и уже будет возможность там бороться. Где-то хотя бы за топ-4, топ-2, топ-2 World's. По-твоему? Если вы как-то там все... Топ-8, я считаю, реально, я считаю, топ-8. Дальше пытаться можно, но, знаешь, типа... Будет сложно. Сколько бы ты не прыгал, типа, возможно, ты просто не сможешь перепрыгнуть. Окей. Спасибо тебе за интервью. Ты можешь попрощаться с нашими ребятами и пожелать чего-то фанатам. Всем пока-два. Что мы еще ждать от тебя в этом году и от нашей команды? Ждите чудо. Возможно будет, возможно нет. Болейте за нас. Надеюсь, не подведем ваши ожидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok